В Сочинском институте РУДН помимо экономического, юридического и историко-филологического факультетов работает Департамент биомедицинских, экологических и ветеринарных направлений. Востребована и журналистика. Ко всему прочему, студенты отделения среднего профобразования института – постоянные участники конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia. Гостями выставочного стенда РУДН также стали лидеры школьного самоуправления, ученики лицея номер 59 и 49-й школы. Именно за активную позицию ребят и выбрали общественными представителями Сочинского института РУДН по продвижению его стратегических инициатив. Такая практика, инициированная директором института, призвана помочь талантливым школьникам в реализации своих проектов. Есть разный выбор, но мне больше всего понравился РУДН. Там есть перспективные профессии, и если ты получишь среднее образование, если выше. Также РУДН сотрудничает с многими странами. Мой выбор пал на РУДН, так как изначально, после 9 класса, я хотел уезжать либо в Санкт-Петербург, либо в Москву. Но после того, как я узнаю, что в РУДНе я получаю московское образование, и так как я тут проживаю, я решил остаться здесь. Накануне выставки Сочинский институт РУДН провел в школах профориентационные акции. Они продолжатся в течение года уже в рамках подписанных со школами договоров о сотрудничестве. Сегодня подписан договор с гимназией номер 5 Хостинского района. И то направление, которое мы увидели, подготовили в области развития иностранных языков, лингвистических программ, вопросы, связанных с журналистикой. Мы знаем, что именно профессура, которая занимается в столичных вузах, будет с удовольствием работать на площадке Российского университета дружбы народа. На этом профориентационный марафон Сочинского института РУДН не заканчивается. Совсем скоро в институте пройдет день открытых дверей. Абитуриентов и их родителей ждет множество интересных мероприятий и мастер-классов. Актуальный событийный календарь можно также посмотреть на официальном аккаунте Сочинского института РУДН в инстаграме «РУДН.Сочи». Ольга Десятого, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинского института РУДН.Сочи.